здравствуйте уважаемые зрители телеканала медиа информ политическое интервью мой совместный проект dop Native Fathernich Покровским который сегодня отсутствует, но зато сегодня со мной очень интересный гост, который вы хорошо знаете, Михаил Мушкович, соратник Алексея Алексеевича Игончаренко, в прошлом Председатель Одес BI, руководитель областной ячейки партии европейская солидарность, депутат одесского областного света и руководитель фракции Европейской солидарности в Одесском областном свете. Здравствуйте Михаил! Здравствуйте только не Не руководитель опустной организации, а заместитель руководителя. Ну точно руководитель фракции. Да. Михаил, спасибо большое, что пришли в студию. Всегда рады вас видеть. Давненько, кстати, мы не виделись, очень много тем поднакопилось. Давайте начнем с лидера вашей партии, Петра Алексеевича Порошенко. Я знаю, что вы присутствовали на прошлой неделе, в среду, во время судебного заседания. Вы были среди тех депутатов, которые съехали со всей Украины поддержать Петра Алексеевича Порошенко. Мы сегодня увидели рейтинги КМИСа, которые говорят о том, что рейтинг Порошенко подскочил, и он уже сравнялся с рейтингом Зеленского. Рейтинг партии вашей также подскочил и уже сравнялся с партией «Слуга народа». Обошел. Даже обошел партию «Слуга народа». Зачем Владимиру Зеленскому, на ваш взгляд, необходимо было повышать рейтинг Петра Алексеевича Порошенко? Знаете, у нас был первый вице-мэр когда-то в Одессе, Анатолий Иванович Варахаев. У него было хорошее выражение по поводу таких вопросов «это не ко мне, это в медпункт». Я не могу это объяснить. Ну, то есть, была попытка, то есть, была идея, как она им, видимо, оказалась гениальным. Ну, то, что они ему испортили, понятно, новогоднее настроение, там, Новый год, и огромному количеству людей, в том числе тех людей, которые на первый раз стояли под судом, там, порядка десяти часов и так далее, ну, понятно, но невозможно. На самом деле, у Порошенко, при всех его плюсах и минусах, у него была прогнозируемость. Не было такого, что мы делаем шаг вперед, потом делаем три шага назад, потом бежим в сторону. Нынешнюю власть я прогнозировать просто не могу. Какие-то их действия я одобряю, какие-то их действия я не одобряю, но их прогнозировать невозможно. Поэтому, что они сделают завтра? Как вы считаете, для Владимира Зеленского и Петра Порошенко враг, либо удобный соперник на следующий президентский выбор? Нет, достаточно враг. Ну, это даже визуально видно, когда он в Раде был. Ну, Владимир Зеленский же актер, он же актера может имитировать. Ну, он может имитировать достаточно неплохо, но все-таки, ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это действительно искренняя ненависть, в том числе и потому, что огромное количество вопросов он просто не понимал. В том числе и по вопросам, которые связаны были с его бизнесом, который получил проблемы от санкций до мовного закона. Ну, это же не секрет, они обсуждали, что не свой канал хотели запускать и так далее, но с украинской мовой там проблемы и... Знаете, вот некоторые эксперты говорят о том, что Владимир Зеленский хочет увести Петра Порошенко в трое тур президентских выборов и тем самым обеспечить себе победу, как со временем обеспечил Кучма на фоне такого бездарного соперника, как господин Симоненко. Ну, в свою очередь, там Кучма повторял историю Ельцина-Зюганова 1996 года. Какова вероятность этого сценария? Ну, на сегодняшний день социология показывает абсолютно равные рейтинги и, ну, в принципе, что практически неудивительно, и что более удивительно, уже практически равные антирейтинги, которые уже достаточно близки. А вот это уже для господина Зеленского гораздо хуже. На мой взгляд, для него идеальным соперником был бы господин Бойко во втором туре. Это вот тогда вот действительно, это была бы ситуация и Ельцина-Зюганов, хотя, и даже, вернее, больше Симоненко Кучма, потому что Ельцина-Зюганов там было не все так однозначно. Хорошо, почему так бездарно? Я же помню, что два года назад главные претензии, инвективы в адрес команды Порошенко были обвинения, недоказанные, кстати, но тем не менее публичные политические обвинения в каких-то коррупционных связях и прочих, коррупционных делах. Но вместо того, чтобы показать какой-то результат по этим обвинениям, власть вдруг придумала государственную измену, которую точно к Порошенко пришлить нельзя, учитывая его роль в отражении российского и агрессии. Ну, там достаточно много таких вот глупостей, и там вот этот миллиард, который якобы с залогом, тот уголь, который Украина получила, его считают убытком, то есть он его домой, получается, себе привез и положил себе несколько телеконов, сложил. Ну, там очень много бреда, я даже не хочу так детально дело комментировать. На самом деле, если мы посмотрим тех людей, которые их, по поводу которых, и в том числе объективно, критиковали Петра Алексеевича, ну, вот у нас яркий пример Максим Владимирович Степанов, бывший губернатор Одесской области, который якобы обеспечил честный выбор, и пытался там, из-за этого его сняли, а не из-за безумного количества провалов, просто предательства, которое произошло во время предвыборной кампании, связанное с социальными выплатами, которые потом пообещали, вначале пообещали, а потом просто не дали. Он же успел побывать министром здравоохранения, даже первым номером в облсовет от областной организации слуга народа. Нет, ну, в принципе, когда губернатор раздает предвыборное обещание, то есть не предвыборное обещание, а говорит о социальных выплатах, которые распространяются как предвыборное обещание, тоже не сильно хорошо. Это называется использование властного ресурса. Ну, на самом деле, мы можем называть это как угодно, это есть во всех странах мира, что вот великобудивництво, когда-то было верю в Одессу у нас в Одессе, когда-то был народный бюджет, это есть во всех странах мира. Ну, может, поэтому мы критикуем великобудивництво как проект, а вроде как государство, В свое время Петр Павышенко, на мой взгляд, политически сделал ошибку, он не стал привязывать к своему имени то хорошее, что происходило. Идея была такая, что децентрализация, улучшить жизнь людей, что действительно было улучшить бюджеты городов, какие-то бюджеты, в том числе Одесский, выросли в разы, стало много чего происходить за хорошего, но все это было блестяще использовано местными властями, когда вот эта плиточка, это наша, а вот все остальное, это плохой Киев, это не мы. И в принципе на это мы не сыграли хорошо. И в чем главная претензия со стороны команды Порошенко была к Степанову? То, что он плохо поддерживал Порошенко? Не, ну я говорю об открытом предательстве, о сознательном сливе, то, что вот это было объявлено 40 миллионов, значит потом устроен бардак в управлении соцзащиты, когда просто там стояли очереди, ну там же есть обычная процедура и так далее, туда сознательно или несогнательно нагоняли людей, привозили их туда автобусами, там количество, даже если бы вот выдали все, ну пошла бы выплата, она бы точно не охватила то количество желающих, потому что там количество заявлений было в разы больше. Но потом она была просто остановлена. То есть если вот, допустим, вот мы посмотрим любой год и так далее, то есть социальные выплаты и каждый год там какое-то количество денег выплачивается. И до мая месяца там какое-то количество денег каждый год, там был просто ноль, просто сознательно. Давайте поговорим о более свежей новости. Видите, это не явка Виталия Владимировича Кличко на победную, так сказать, встречу Порошенко в аэропорту. Кличко заявил о том, что он болен коронавирусом. Удивительно, но у Виталия Кличко уже второй раз, на моей памяти, не получается прибыть на мероприятие, связанное с Порошенко. Первый раз это было два года назад, когда была учредительность в партии Европейской Союзной, Кличко тоже отсутствовал. Придать это значит предвидеть. А почему вы выделяете Кличко? У Кличко своя партия, из других руководителей партии, на моей памяти, ну, то, что я видел, была только руководитель голоса Кира Рудок. Но, говорят, Тимошенко не пустили, Порошенко переживала, что она отнимет у него лавры на русские. Ну, если Тимошенко бы пришла встречать Порошенко, она бы отняла у него... Я думаю, что если бы Юлия Владимировна захотела куда-то пойти, я бы хотел видеть, чтобы ее кто-то не пустил. Опять же, по тех ресурсах и количеству реальных сторонников, в том числе в Киеве, в Киевской области, это вообще, как бы, ну, это, мягко говоря, слабко к этому отношусь. Из того, что я говорил с представителями Батьковщины по другим областям, когда эта ситуация начиналась, была общая линия, мы не поддерживаем ни тех, ни других, мы не вмешиваемся. Хорошо. Вот не возникает для вас, Михаил, вот такой когнитивный диссонанс, когда вы думаете, с одной стороны, о противостоянии, таком глобальном, да, добра со злом, как это презентуется, то есть добро в виде Порошенко, зло в виде Владимира Зеленского. С другой стороны, достаточно солидарная позиция между партией европейской солидарности и партией слуга народа на местном уровне во многих областных городских светах, не исключая Одессу. Ну, местные вопросы есть, местные вопросы, ничего тут удивительного нет. Если мы посмотрим голосование по хозяйственным вопросам, мы даже увидим, можем найти там десятки голосований, где мы голосуем с ПСЖ тоже вместе. Но ПСЖ не голосовало за Игоря Коваль и Григория Диденко, а вы голосовали? Голосовали, потому что был выбор между Диденко и Шкаровским, я и руки, и ноги подыму в таком выборе и буду убеждать. Ну, как бы у меня к Шкаровскому вообще свое отдельное отношение, я вообще считаю, что позором, что ты такой человек с такими взглядами находится вообще в президиуме. То есть, получается, эта позиция не о принципах, а о политической цельсобранности? Нет, это о оппозиции. Мы шли на выборы, у нас были обещания, в том числе и публичные. Мы говорили, что главная стратегическая цель, это недопустение. То есть, мы понимали и говорили об этом публично, что именно не из-за предательства, а из-за глупости власти мы можем оказаться в ситуации близко к 2014 году. И тогда должна быть, мы должны создавать условия, чтобы вот условно Новый Довиченко и другие ситуации, то есть, мы должны эту ситуацию максимально блокировать. Мы это обещали публично, мы эту линию проводили и публично проводим дальше. Хорошо. Михаил, не кажется ли вам, что вот эта ситуация, которая сложилась в центре и на местах, она как раз демонстрирует, что у нас в реальности нет политических партий, у нас есть абсолютно лидерские проекты, которые на центральном уровне вокруг крупных лидеров объединяются, на местном уровне вокруг местных лидеров, и на самом деле это всего лишь бирки, а содержания там нет? Нет, ну на самом деле у целого ряда партий, ну вот у «Слуги народа» какая идеология? Идеология партии и власть. Ну давайте называть вещи своими. Как была у БПП. Как была у БПП, да. Потому что если вы посмотрите даже на состав депутатского корпуса, то среди нынешних «Слуг народа» вы найдете ни одного, ни двух, ни трех депутатов, которые все время были депутатами от БПП. Поэтому, ну, есть такая категория. То есть лидерские качества на месте имеют очень большое значение. Я вам приведу пример. Я когда вот по своему округу собираю громады депутатов из громад, я всегда вот привожу пример Нерубайского и рядом Великий Дальник. Две ряда МТГ, практически не отличаются по населению. Команда отработала в одном МТГ ОЕС результат 20%, а в другом 6%. Ну вот, собственно, вот один из показателей. Да, конечно, это очень интересно. Вот сейчас мы с Михаилом будем обсуждать ситуацию, которая у нас складывается в целом во внешней политике, в политике вокруг нашей страны, в международной дипломатии. Но перед этим все-таки я, Михаил, реагируя на вашу реплику, я так выражу надежду, что не только вот в стане «Слуг народа» вы сейчас находите представителей БПП, но я вас уверяю, что в будущей фракции, правящей партией Европейской Союзной на следующей Верховной Раде будет тоже очень много «Слуг народа». Как я понимаю? Ну, поживем, увидим. На самом деле, у нас мы пошли очень тяжелый путь перед этими местными выборами. Я думаю, что похожая ситуация была в других областях, когда люди, которые с нами были не один и не два года, фактически вышли. И, в принципе, небольшим секретом, что на момент 19-го года, особенно в Бессарабии, фактически людей не было. Мы фактически с нуля набирали команду. Но хочу вот те люди, которые пришли, поверьте мне, далеко не все из них будут хотеть видеть каких-то представителей «Слуги народа» в наших видах. И тут уже мое мнение не будет единственным. Или мое отношение к какому-то конкретному человеку. Давайте вот один вопрос, все-таки не могу не задать, об Алексея Алексеевича Гончаренко. Вот не накратно интервировал его в этой студии. Недавно Алексей Алексеевич был в программе Игоря Николаевича Петровского, по-моему, сразу после Нового года, и Алексей Алексеевич высказал свою оценку. Партия, безусловно, очень хорошо, комфортные, единомышленники. А как дальше сложится в отношении европейской солидарности, жизнь покажет. И действительно, сейчас Алексей Алексеевич развил очень бурную деятельность. Он действительно единственный политик, на мой взгляд, в нашем городе, который сумел стать политиком общеукраинского масштаба. И, очевидно, у Алексея Алексеевича есть амбиции. Вот насколько эти амбиции, на ваш взгляд, как его срадника, они превосходят и, может быть, где-то сталкиваются с амбициями Порошенко? Ну, на сегодняшний день я не вижу никаких. А на завтрашний поживем увидим. На самом деле все возможно, но я не вижу в этой ситуации проблем в ближайшие годы и там ближайшие созывы. У него была вот одна из встреч, которую он проводил, была в Краматорске. И там вот, в частности, один из активистов европейской солидарности вот выступил с такой искравой промовой о том, что вам надо идти. Он на это ответил, что вначале пятый станет седьмым, потом восьмым, а дальше поживем увидим. Ну, на ваш взгляд, у Алексея Алексеевич амбиции на уровне главы исполнительной власти, амбиции на уровне министра... Никогда не скрывал еще, будучи даже депутатом городского совета, у него, вы, даже с Игорем Николаевичем, вы можете поднять его интервью там, восьмого, девятого, десятого года, что у него есть фраза, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, он хотел бы добиться самых высших областей. Но это же не значит, что это будет завтра, через год, или через пять, или даже через десять лет. Дорогу осилит идущий. Постепенно, шаг за шагом, это есть как бы... Хотите дом, где кому-то кто-то умудряется, как Владимир Зеленский, на лифте подняться сразу с подвала, извините, до пентхауса. Но главное, что потом получается, не факт. Человек же должен быть еще готов. Ну что же, Михаил, давайте поговорим о внешней политике. Действительно, у нас что ни день, то очередная новость. Сегодня стало известно о том, что вот американские дипломаты, семьи американских дипломатов покинут Украину. Отдельные дипломаты, которые выполняют необязательные функции, в дипмиссии тоже покинут Украину. Но следом последуют британцы. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что идет игра, идут торги, идет большая геополитическая игра, в которой мнение Украины мало кого вообще волнует. Когда мы скатились до этой ситуации? Ну, наверное, из ворота Виктора Федоровича знаменитого 2013 года, когда поехал подписать ассоциацию, он ее не подписал. Нет, ну, Янкович-то был давно, но на протяжении все-таки последних лет, и можно по разуму относиться к Петру Порошенко, но мне казалось, что при президенте Порошенко все-таки нам удавалось, даже при том, что мы были слабые, как-то продвигать свою точку зрения. Сейчас же мне кажется, что мы являемся не провайдерами, а рецепентами того, что принимают великие государства. Я пишу вопрос в уровне человека. Ну, я вот, когда были президентские выборы, потому что я всегда говорю, что выборы – это коллективная ответственность, и даже если ты сделал все для того, чтобы кто-то не стал президентом, ты все равно в этом виноват, что он президент. Я проводил встречи, до сих пор помню ее в Борщах, вот я проводил встречи, там было... Это на севере? Это на севере. Человек 70, наверное, было в зале, и там были другие представители власти. И я вот пытался донести людям, что вот каждый из вас проходил какой-то путь. Там дочка, там женщина рассказывала за дочку, которая там сейчас заканчивает медучилище, или вот она не могла, сейчас она сможет возглавить больницу? Или, допустим, кто-то бухгалтер, сможет ли он там быть начальником финного управления области? Надо пройти какой-то путь. Ну, нельзя просто потому, что ты хороший человек. Нет, в ответ на это прозвучало, давайте хоть посмеемся. Вот сейчас вот мы расплачиваемся, в том числе и за элективный выбор. Но это не единственное. То есть, как бы страна ослаблена. То есть, от той страны, которая была в 2013-2014 году, уже значительной части ее нет. Колоссальные потери, и та ситуация на Востоке, и российская агрессия, и многое-многое другое. Очень ослабило нас, это факт. Ну, а дальше уже зависит от уровня человека. Но если человек просто на английском не в состоянии просто поддержать разговор, то, о чем, ну, о каких серьезных личных взаимоотношениях может идти речь. Тут Владимир Зеленский, да, в интервью Washington Post, думаю, вы читали в оригинале это интервью, он заявил о том, что Путин его считает крепким орешком, и стронгмен, да, сильным человеком, суперменом, не знаю. И вот Путину с нашим президентом приходится очень сложно. Да, и Владимир Александрович заявил, что, собственно, крепким орешком его считают еще и в Украине. Скажите, есть ли у нас в стране какое-то движение, может быть, которое бы обозначило свое отношение к Владимир Александровичу как к крепкому орешку? Ну, давайте я оставлю без комментариев. Есть законно избранный президент, и то, что я бы хотел сказать сейчас в вашем эфире, я говорить не должен. Нет, но о крепком орешке заявил сам президент. Это его слова, цитирую в Washington Post. Понятно, но я же должен как-то прокомментировать. То есть, или мне надо говорить неправду, или мне надо говорить те слова, за которые, как минимум, у вас могут возникнуть проблемы с надсоветом. Более того, это, опять же, и неправильно. Я по этому посту воздержусь. Хорошо, президент в интервью в Washington Post заявил о том, что в Харькове могут возникнуть проблемы, так как очень много семей исторически связанных с Россией. И речь президента о Харькове действительно была встречена как угром среди ясного неба, поскольку в тот же день президент выдал обращение к людям, которым заявил о том, что все в порядке, не переживайте, не нужно покупать там спички, сахар и прочее. То есть, ну, все в порядке. Российский агрессор играет просто на наших нервах. Вот чем обусловлена вот эта дементральная противоположность позиций президента, причем в течение нового дня? Это что, одна позиция на экспорт, другая на... Нет, это то, что я вам говорил. Минут 15 назад о том, что невозможно сказать, что сделает власть завтра. То есть, ну, как бы есть одна линия, параллельно идут другие линии. Это же не, там, условно говоря, не подготовка концерта, где такие импровизации возможны. А есть ощущение, что у человека есть модель, очень успешная модель 95-го квартала, и он пытается эту модель использовать во всех случаях жизни. Но то, что подходит, ну, что положено Юпитеру, не положено Бакуу, это еще и римляне говорили. Хорошо, но вот Бринкен приезжал на прошлой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Америки, а мы слышим заявление наших связников из Великобритании о том, что ситуация накаляется. Сегодня Песков, пресс-секретарь президента страны-агрессора господина Путина, он заявил о том, что Украина готовится напасть на, ну, вот эти вот террористические, сепаратистские режимы, которые засели в отдельных районах Луганской и Донецкой области. Так называемые ЛНР и ДНР. И понятно, что Россия будет использовать это как повод, как в случае с Южной Осетией и Абхазией. Что, на ваш взгляд, сейчас должен сделать президент, чтобы выбить стул из-под господина Путина? Мне тяжело сказать. Уровень моей квалификации не тянет на президента, но я как минимум все-таки прекратить тот идиотизм, который происходит внутри страны, попробовать хотя бы на этот период. Неплохо было бы объединить все разумные демократические силы, кроме пятой колонны, которая у нас действительно существует. И, в принципе, со своей стороны, на том уровне, где я нахожусь, я буду делать тоже все от меня, зависивающееся в этом направлении. И когда не в узловых моментах, не в принципиальных, можно пойти навстречу, в том числе и центральной власти, я не вижу в этом ничего дурного. В субботу британская разведка, британский форен-офис заявил о том, что российские спецслужбы уже приготовили будущее, так сказать, оккупационное правительство, ну, скажем, коллаборационистское правительство, которое по мысли, значит, форен-офис должен возглавить экс-народный депутат Украины, господин Евгений Мураев, известный украинский политик, лидер политической силы. Господин Мураев тут же от этого открестился, поскольку понятно, что после восьми лет войны с Российской Федерацией подобная рекомендация явно не самая лучшая. Вот объясните мне, откуда вообще вот это все? Вот откуда это взяла британская разведка, не могу сказать. Более того, я бы сейчас над этим посмеялся, в том числе над британской разведкой. Не будь у нас Губарева в Донецке, не будь у нас Антона Давидченко в Одессе, людей, которых никто не считал никогда. Да, но согласитесь, простите, извините, но это разные масштабы. Все равно, вы понимаете, это разумно. Ну, разумно, если вы посмотрите на последних выборах, по-моему, там или ОПО-блок, или партия Мураева, она, по-моему, даже в Харьковской области вам барьер не взяла. Да, сейчас у него как бы новое вливание, новое как бы на фоне бардака внутри ОПЗЖ, очередно, он вроде бы по опросам набирает голоса, но уже не раз было такое, что вот какие-то проекты, назовем это на пророссийском поле, в какой-то момент набирают, набирают, но потом, когда вот сементируется вот большой главный проект, еще, не дай бог, Владимир Владимирович руку пожмет, или там премьер-министр России пожмет, я уже не помню, кто там сейчас, это не имеет, в принципе, никакого значения, пожмет руку, после этого все вот эти там 5-6% превращаются в 1-2, эти проекты тоже. Мы это видели не раз и не два. Михаил, в нашем бурном потоке информации очень сложно вот за что-то зацепиться, но опять же, вот у человека так устроена память, мы забываем, что было. Вот я не помню, там, 3-4 года назад, чтобы каждый день мы просыпались с новостью о том, что вот где-то зреет какой-то заговор, где-то уже готовится оккупационное проезд. 3-4 года нет, а 14-15 год, да? 14-15 год, да, но все равно, ну... Вы тогда просто не понимали, насколько, вот мое мнение, мы не понимали, насколько вот близко мы тогда подошли к пропасти. Это не казалось, ну опять же, вот на фоне, в Донецке, там, условно, у нас Антон Давидченко, который в этом городе, ну не кланялся, по-моему, разве что, по-моему, всем политическим партиям, не имеет значения левые, правые, по-украинские, по-российские, просто искал деньги, где они бы находились. Искал себя, назовем это так. То это не выглядело тоже серьезно. А сейчас, спустя какое-то время, особенно смотря на то, что происходит, да не происходит, происходит и происходило в Донецке и Луганске, это уже не кажется таким смешным? Это не кажется смешным, но все-таки в 2014-2015 году речь не шла о каких-то крупных политических фигурах, понимаете, вот здесь уже, ну, другой масштаб. Мураев это точно, но не крупный. Неважно, но это легализованная некая фигура, у которой есть свой СМИ, у которого есть бизнес. То есть... СМИ уже нет, по-моему. Ну, не знаю, по крайней мере, хорошо. С ним было аффилировано СМИ, и он владел СМИ, назовем это так. Мало ли кто еще когда владел. Хорошо. Вы же говорите, что он даже экс-народный депутат. Три месяца назад. И даже, по-моему, в Харьковский областной совет его сила политическая просто не пошла в порядке. Три месяца назад президент... Хотя, опять же, тот же вот гоблин знаменитый в Крыму, у него тоже, по-моему, на награни, не там, парьер пошли русские. Три месяца назад премьер-министр, точнее, премьер-министр, а президент Украины Владимир Санзеленский на пресс-конференции заявил о том, что какие-то плохие люди, российские агенты, хотят втянуть Лената Ильича Ахметова в государственный переворот. Эта тема, она, вот, как бы, была главной на пресс-конференции президента. Вот, вроде этой темой занялись спецслужбы Украины, но мы, по сути, до сих пор не услышали, а какой был фактаж этого дела, какие аргументы вообще, что произошло с этим делом о госизмене, которые пытались увлечь Ахметова. Опускаем анализ фигуры Ахметова, нет людей, что называется, без греха. Но Ахметов — это крупный бизнесмен, Ахметов — это системообразующий, а все-таки бизнесмен украинский. Когда президент выходит с такими заявлениями, ну, и дальше ничего не происходит, он, как бы, девальвирует президентское слово. Объясните мне, вот, вот, как это понимать? То Ахметов, то Мураев, то еще кто-то. Ну, потому что мы живем, ну, это, у нас, вот, яркий пример был господин Куц, и, как бы, губернатор, как бы, представитель президента, который якобы даже какой-то конкурс выиграл, в котором, в принципе, ну, он, как бы, хотя бы был в этих фамилиях, там, вот, ощущение людей, вот, вот, понятное дело, я и сам этим грешил, что когда есть ее минутная ситуация, ее нужно каким-то образом решить, но мы не думаем, что будет завтра, послезавтра на два, на три шага вперед. Но тут, как бы, люди даже не думают, что будет завтра. Вот интересует только то, что вот сейчас нам надо закончить разговор. Ну, вот, опять же, вот этот стиль 95-го квартала, к сожалению, за который мы все, как избиратели, несем ответственность. Как вы относитесь к Майя-Санду? Никак. Ну, на ваш взгляд, Майя-Санду – это союзник Украины? Ну, безусловно. Как президент Молдовы? У нас не так много союзников, чтобы разбрасываться теми, кто есть, и из того, что было в Молдове за последние годы, для Украины это, безусловно, лучший вариант. Мы знаем, что, по сути, Россия оккупировала часть Молдовы, то есть Приднестровья, и если бы не российские военные, еще в начале 90-х годов, собственно, не возникла бы вот этой вот сепаратистской территории Молдовы. Ну, воссальное государство. Воссальное, воссальное, квази-государство. Госпожа Санду заявила о том, что Молдова не будет идти в сторону Северо-Атлантического Альянса, сосредоточиться на интеграции в Европейский Союз. Как вы относитесь к такой позиции? Молдова не имеет границ с Российской Федерацией. У Молдовы достаточно сложные взаимоотношения значительной части населения в первую очередь русского говорящего по ситуации с Румынией, потому что не секрет, что значительная часть и молдавских, и подавляющее большинство румынских политиков считает Молдову квази-государство, потому что, как бы, по версии великой, скажем так, Румынии, то Молдова входит, историческая Молдова, в принципе, с ясными столицами входит в состав Румынии, а то, что сейчас это, ну, вот этот кусочек, это те территории, когда-то, если не ошибаюсь, в 812 году были захвачены Российской империей, и так получилось, что они никак не могут их вернуть, кроме какого-то там промежутка 40-х, ну, на этой истории 40-х годов, то, ну, как бы, она балансирует, она выстраивает линию, ей бы, для нее не настолько важно иметь, как бы, зонтик Российской Федерации, потому что у них в любом случае, в крайнем случае, они всегда могут рассчитывать на зонтик Румынии, которая находится непосредственно рядом, что-то 14-й армии, ну, от того, что там уже от нее осталось, ну, там, из того, что говорят военные, говорить о том, что она может, как бы, дойти до Кишинева, сейчас маловероятно, поэтому границ России она не имеет, слава Богу, благодаря Украине, нормального снабжения тоже, как бы, тут затруднено, поэтому для Молдовы на сегодняшний момент это не вопрос, как бы, который стоит на повестке дня, для Украины такой вопрос стоит. Южная Осетия и Абхазия, территории, которые были оккупированы российским агрессором в результате войны 2008 года, Грузия пока не приняла решение о корпорации положения о, как бы, интеграции в НАТО, да, в Конституцию, мы это сделали, при Порошенко, Петре Алексеевичу в феврале 2019 года, уже откатить назад нельзя, естественно, это было, это было бы просто уронить национальный престиж, все, мы уже должны идти в этом направлении, тем более Владимир Зеленский спустя два года правления, он точно это сделать не сможет, потому что кредит доверия, который был два года назад, он исчерпан. И 300 голосов ради нет. И 300 голосов ради не будет. Насколько стратегически в тот момент это было правильно сделать, если мы даже сейчас видим, что в борьбе с российским агрессором нам помогают отдельно Советы Штатов Америки, Великобритании, странная позиция Германии, отдельная позиция есть совершенно у прибалтийских государств и так далее, и так далее. А как такового помощи НАТО мы не видим. Насколько был разумнен шаг со стороны Петра Алексеевича? Ну, как минимум, благодаря этому шагу сейчас уже откатить назад нельзя. Это стратегический выбор, который закреплен в Конституцию, который изменить крайне сложно. Как бы, может быть, Владимир Александрович еще и хотел из этого, но он уже хотя бы понимает, что он это сделать не сможет. Сегодня на сайте политико, вы знаете, это авторитетный западный ресурс, была опубликована статья политолога профессора Ларсена с Швейцарского технологического университета, с Института безопасности, где он говорит о том, что Украине следует сосредоточиться на европейской интеграции, Украине необходимо посмотреть на очевидное, что сейчас НАТО не готова принять Украину. И если условно там у России глюки, у России паранойя по поводу членства НАТО, да, вот пусть как бы Россия подавится этим вопросом, да. То есть для нас главный европейская интеграция. К этому Россия не имеет никаких претензий, не имеет претензий к соглашению об ассоциации, которое, кстати, Россия имела претензии 8 лет назад. И, кстати, за что выходили люди на Майдан. На ваш взгляд, вот это уже невозможно, потому что у Владимира Зеленского нет того общественного ресурса. Но теоретически, если мы, если мы этот вопрос, ну, понятно, мы имеем дело с параноидальным авторитарным путинским режимом. Если бы мы откатили с этим вопросом, связанным с НАТО, временно, и занимались вопросом реинтеграции, возвращения оккупированных Российской Федерацией украинских территорий и экономическим восстановлением, было бы правильно сейчас сосредоточиться на этом, а не педалировать бессмысленный вопрос, поскольку в НАТО нас не так не принимают. Ну, если бы мы с вами в 90-м году или в начале 91-го встретились и спросили бы о перспективах стран Балтии оказаться в Европейском Союзе и в НАТО, что бы мы с вами тогда сказали? Михаил, это правда, только отличие в том, что все-таки в отношении стран Балтии, страны Балтии, Чехия, Польша, если вы посмотрите документы НАТО, не, не, стоп, 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 вот Чехия, Польша, понимаю, я говорю не о Чехии. И Балтии, страны Балтии всегда воспринимались, несмотря на то, что они были в Советском Союзе, как республики, не воспринимались, как европейские государства. А Владимир Владимирович Путином они не считаются частью Советского Союза, по вашему мнению? Исходя из того оскорбительного меморандума, который он как бы бросил в адрес НАТО, считаются в том числе, что и страны Балтии в ходе посоветского пространства, мы понимаем, что Запад их таковыми никогда не считал. Ну, такой вопрос все-таки в позиции Запада, кто кого как считает. Если Запад считает Украину частью российского влияния, тогда им надо об этом публично сказать, чего не звучало. Да, Украины были свои ошибки, Украина могла получить подащи в 2008 году. Почему она не могла? Потому что Германия в лице Меркеля выступала против, и не только Германия. В 2008 году нет. Ну как это, Меркель выступала против, об этом вспоминал господин Ющенко. И тем не менее, момент был все-таки упущен. Тогда был момент немножко другой, Украина была все-таки значительно сильнее, чем то, что происходит на сегодняшний момент. Михаил, но тем не менее, вот у нас есть, да, вот как бы карты разложены, да, вот объективно. Значит, ну, порадовите вопрос. Либо вы, друзья, нас видите в НАТО, значит, тогда принимайте нас в НАТО. С точки зрения коррупции, с точки зрения... Будь мы сильнее, мы могли бы так говорить. На сегодняшний день я же тоже не всю жизнь свою поддерживал вступление Украины в НАТО. Более того, я абсолютно искренне считал, что нам это абсолютно не нужно, что надо быть мостом, а не буфером, и так далее, и так далее, и так далее. Я такое говорил не раз, и не два, и не десять, так искренне считал. В 2014 год все изменил, но нам же показали, что все договора, подписанные с господином Путиным, не стоят абсолютно ничего. Это правда. Поэтому необходимы какие-то гарантии безопасности, гарантии безопасности. Да, но Будапештский меморандум, он подписывался в том числе со странами НАТО, которые гарантировали нашу территориальную цельсию независимости. Ну, просто мы, судя по... Как сейчас нам объясняют, что это был просто меморандум, который не был растифицирован, и они никогда не считали его договором. Поэтому вот эти половинчатые решения, о которых вы говорите, это заняться евроинтеграцией, хотя с точки зрения, как я понимаю, шансы на УЕС у нас значительно не будь позиций России. Вот если вот эту бурь со стороны, то были бы меньше, чем у НАТО, потому что там в Евросоюзе куча своих проблем и куча своих сложностей. На сегодняшний день той экспансией, которой они еще недавно занимались, у них по этому поводу даже внутри есть очень разные точки зрения. Опять же, ну, это с моей точки зрения. Так как с моей точки зрения не будь вот такой дикой... Я и объясняю вот эту позицию, как вы говорите. Они же не полные идиоты и так себя вести. Они же понимают, что в любом случае они несут потери, в том числе экономические. И одно и считаю, что они как раз наоборот, они увидели то, чего не видели до этого, что шанс таки Украины появился. Именно с этим я связываю такую вот, ну, там, бещерную реакцию. А может быть, Михаил, просто стоит развивать отношения с Соединенными Штатами Америки. Тем более, Соединенные Штаты реально помогают Украине. Ну, постоянно идут вот эти шелоны с вооружением. Реально, Соединенные Штаты нам помогают. Помогают другие. Ну, если мы сравним ту помощь, которая получила афганская армия, которая рассыпалась как карточный домик в течение там нескольких месяцев, перебив даже в свое время просоветский режим Наджибулы, которым он поддержался два или три года, фактически даже без помощи Советского Союза, который тогда существовал, просто даже элементарно, это, по-моему, даже отказывались продавать оружие, я уже не говорю, там, поставлять его бесплатно или там технику, и когда просто он просто выдохся в этом смысле, то сравним то объем той помощи, которая получила герридическая афганская армия, а сейчас фактически Талибан, то, кажется, что уровень помощи, который получала Украина, ну, мягко говоря, небольшой. Хорошо, Михаил. Хотя, конечно, дареному украинску не в зубы Тогда вот вопрос прямой. Мы знаем, что вот вопреки вот этому публичному конфликту между Россией и Западом, у России очень хорошие отношения с режимом Виктора Орбана в Венгрии, хорошие отношения с итальянцами, хорошие отношения с немцами, что бы даже не говорил канцлер Шольц, мы видим, что и при Меркель складывались нормальные отношения, сейчас Германия не торопится оказывать именно военно-политическую помощь Украине и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у России выставлены отношения с частью западных стран. Эти страны не входят в НАТО, они не проголосуют за то, чтобы Украина вступила в НАТО. Мы понимаем это и понимают наши друзья американцы. В 2014 году мы хорошо с вами понимаем, что Россия имела колоссальное влияние в Европе. Даже с учетом всего, что вы перечислили, и под каждым вашим словом я подпишусь, от этого влияния явно осталась уже тень того, что было. Это безусловно, потому что влияние было значительно большим. И он явно и рассчитывал, в том числе, я так понимаю, что были шансы, что рассчитывали на признание аннексии Крыма. И не безусловно, там явно были какие-то, как вы говорите, политические силы и организации не маргинальные, а основополагающие. Более того, там несколько раз, когда даже в Греции, вы помните, стоял вопрос, что победили левые, и вопрос снимется, вопрос вообще санкций с Россией. Все, одна страна не проголосовала, на этом все закончится. Опять же, тоже социализация с Украиной, ситуация с Нидерландами, на что тратились колоссальные ресурсы российские. И все это завершилось неудачей. Ципрос оказался совсем не таким левым и не таким антиевропейским, как кому-то бы хотелось сказаться. Точно такое же на Кипре, где, по-моему, президентом является коммунист, вы меня поправите, может быть, и так далее, и так далее. Европа, она сложная, она мозаичная, она неоднозначная. Да, они играют там, да, они вкладывают туда деньги, да, но это уже не то, что было вот еще восемь лет назад. И мы не видим тенденцию, что они наращивают свое влияние. Мы видим, что они шаг за шагом его теряют. Я наблюдаю за ситуацией в Грузии. Вот грузинский пример, он более близок к нам, потому что там Россия конкретно влезла, конкретно оккупировала Южную Осетию и Абхазию, а более того, Россия, ну, фактически вышла на Тбилиси и вовремя остановилась. Это тоже отдельный разговор. И, по сути, мы имеем дело с, вот у нас есть две картинки. С одной стороны, политика режима Саакашвили, вот как Саакашвили выстраивал коммуникацию с российским режимом и как выстраивает нынешнее правительство коммуникацию с российским режимом. И, по большому счету, ничего не заменилось. Для Грузии принципиально вернуть свои оккупированные Российской Федерацией территории Южной Сети и Абхазии. Но в пиаровском смысле существенно снижен вот этот вот градус. Почему-то сейчас все софиты направлены в данном случае на Украину. Это неплохо. Только есть одна проблема. Какие инвесторы придут в Украину, когда они читают новости о том, что эвакуируются отсюда дипломаты, о том, что скоро будет война. Вот, Михаил, понимаете, здесь это серьезный вопрос. Смотрите, 1 декабря еще не было никаких, ну, то есть, какие-то сосредоточения войск было, но дипломаты ниоткуда не эвакуировались. По крайней мере, такого вот градуса международного точно не было. Это, ну, мягко говоря. Но при этом президент страны сделал заявление о государственном, готовящемся к государственном перевороте, в котором принимает участие человек, ну, самый богатый человек. Это плохо, это плохо, конечно. Как вы думаете, какая вероятность того, что какое-то... Я думаю, что начать надо с себя. Ну, вы правы. И начать навести ту ситуацию, не делать абсолютно идиотских заявлений, не проводить действий, которые отпугивают инвесторов, потому что ситуация, ну, на границе она же закончится через две недели, через три недели. Кто-то, опять же, с кем-то поцелуется, подпишут очередную, там, Ялту, назовем ее Мюнхеном или как... Ну, знаете, лучше Ялта, потому что с Мюнхеном плохие ассоциации. И с Ялтой не самые хорошие ассоциации на самом деле. Но я сейчас ультрирую, понятное дело, я не думаю, что так будет все плохо, но подпишут какое-то там, назовем это, хельсинские соглашения. Это, наверное, самое то, что нам бы хотелось бы услышать, какую-то договоренность. И после этого, как бы, ну, эта ситуация, градус начнет понижаться. А вот власть, которая у нас есть, она у нас законно избрана, и еще как бы руководить и руководить, только экватор прошел. Мне кажется, что вот действия нашей власти сейчас наносят гораздо больше вреда стране, в том числе с тем, что произошло вот с этим идиотизмом вокруг Педозера, так называемой, госизмене Порошенко. Это, безусловно, только часть, это одно из, вот, на виду с госпереворотом. Но, тем не менее, да, это все, все да. Ну, ради объективности, когда команда и представители вашей партии обвиняли Владимира Зеленского в госизмене в ситуации с Вагнергейтом, это тоже было не совсем объективно? Ведь мы не знаем, почему эта операция в итоге не была реализована. Ну, в том-то и дело, мы же не знаем, потому что не дали провести нормального расследования, в том числе, если бы господин Зеленский это же тоже плохо для престижа страны, когда оппозиция обвиняет в госизмене президента. В тот момент сделала бы заявление, что это вопрос нашей национальной безопасности, а такие вопросы, извините, мы не комментируем в публичной плоскости, то я думаю, что оппозиции не было бы шансов, тут же просто было прямое вранье, тут же говорили, что операции вообще не было. Потом она была, но не наша, а потом оказывается раз за разом, и тут, ну, что называется, начинают возникать сомнения, просто не надо так откровенно и глупо врать, и тогда и не будет у оппозиции даже при желании и возможности. Ну, что можно ответить на вот эту фразу? То есть, еще журналисты могут задавать вопрос оппозиции. Но, с другой стороны, Михаил, молодой, неопытный президент, вот Петр Порошенко опытный, был министром странных дел, министром экономики, так возьми, подскажи, как правильно, не беги тут же обвинять в государственной измене действующего президента, если ты не знаешь до конца, есть ли там измена или нет. Мы не можем не знать, есть ли там измена или нет, но мы можем абсолютно четко сказать, что первые лица государства открыто на весь мир врали. Это же можем сказать. Это уже на сегодняшний день. Врали они, потому что им дали неправильную информацию, или врали они сознательно, этого мы еще пока не знаем. Но, как по мне, это вызывает гораздо больше вопросов, чем просто обвинение в оппозиции, возможно, и так далее. Михаил, вот вам не напоминает вот эта вот ситуация, которая сейчас происходит, когда есть условно Петр Порошенко, Владимир Зеленский, такой сиквел ситуации противостояния между Юлией Тимошенко, Виктором Януковичем, вот это все. Результат мы помним. Российская оккупация и аннексия украинского Крыма, один Крым в Луганской, Донецкой области. Не кажется ли вам, что пора Украине вообще выбрать кого-то третьего, может быть? Я могу сказать, что наша слабость, наша сила в демократии. Вот я когда со своими знакомыми или родственниками в России еще общался какое-то время назад, я им объяснял, что если у нас человек победил на выборах, это не навсегда. Да, как бы есть определенный админресурс, о котором мы говорили, да, у власти есть вещи, которые нам не нравятся, но которые она всегда и будет использовать. Но это не значит, что это навсегда, как у вас. Это и наши отличия. Ну, мы же сделали сознательный выбор, где-то мы стали из-за этого слабее, где-то стали сильнее, просто люди должны помнить, что выборы это не только право, а и ответственность. Михаил, я вам задам провокационный вопрос в завершении передачи. Вот не кажется ли вам, что по-прежнему вот от чего мы страдаем в реальности? От того, что в обществе созрело уже вот это государственничество, любовь к государству, вот идея государства превыше всего, которая есть, но в любой стране. Вы считаете, что она созрела? Созревает, созревает. Но мне кажется, что вот в политикуме, как у нас принято говорить, не знаю, кто придумал это слово, вот в политическом классе Украины, вот вопреки всем этим реляциям публичным и заявлениям, вот реальности нет вот этого ощущения любви к государству. Вот что с этим делать? Когда в нашей политике реально проникнутся идеей сильного украинского государства? наши избиратели будут смотреть, за кого они голосуют. Потому что никто там не оказался просто так. Всех выбрали. И надо понимать, еще раз говорю, что выборы, это не право, не только право, которым ты пользуешься. А дальше, конечно, меня обманули, это и ответственность. Причем ответственность коллективная. Я еще раз подчеркнусь, если мы не голосовали за господина Зеленского, он наш законно избранный президент, и мы несем ответственность, как и те, кто за него голосовал, за его действия. Даже если они нам не нравятся. Мы пишем передачу вот в начале 22-го года, предположим, что сейчас, 24-й год, президентские выборы побеждают Патру Алексеевич Порошенко. И начинается каскад уголовных дел в отношении, например, функционеров времен Владимира Александровича Зеленского. Вы бы одобрили вот эту охоту за ведьмами? Я нет. Вы нет? Я нет. То есть, вы считаете, что необходимо разрывать этот порочный круг? Я считаю, надо разрывать порочный круг, и вообще считаю, что, потому что наши западные партнеры будут против, нам нужна и нулевая декларация, и амнистия, и так далее. Ну, хватит уже вот искать, кто в 90-х в нулевом или в каком году, что когда сделал. Надо начинать, попробовать начать жизнь с чистого листа, но уже с новыми правилами. Уважаемые друзья, с нами был Михаил Шмушкович, известный одесский политик, человек, который, безусловно, является интеллектуалом. Это, ну, я не буду этого скрывать, и постоянно об этом говорю. Действительно, с Михаилом приятно общаться, потому что интеллектуалов в одесской политике не так-то и много. Депутат Одесского областного света, лидера депутатской фракции Европейской Солидарности в Одесском областном свете, заместитель руководителя Одесской областной ячейки партии Европейской Солидарности был сегодня с нами на телеканале Медианформ. Оставайтесь и следите за новостями. Редактор субтитров